И Денис Тесленко, один из лидеров сбега на 400 метров с барьерами в Украине, тоже ваш Кирово-Амурайский спортсмен. Сейчас, возможно, тут, тут, в Ни-Киеве. Что мы можем ждать властницей? Той работой, которая проделана вот этим красавцем стадионом, сказать большое спасибо, в первую очередь, Максим Станиславовичу и всей той команде, которая работала в таком, можно сказать, в авральном режиме для того, чтобы этот чемпионат Украины прошел именно в сроки и прошел на хорошем, высоком уровне. Я даже не знаю, что, например, весь тренерский коллектив в Кировоградской Федерации Легкой Атлетики, можно сказать, почти здесь ночевал на стадионе, поэтому им также большое спасибо. Теперь, что касается чемпионата Украины. У нас чемпионат Украины носит статус отборочного к чемпионату Европы, который состоится с 12 по 17 августа в городе Цюрих, в Швейцарии. Мы планируем туда довольно-таки большую команду. Эта команда будет порядка где-то 70 человек. Сейчас о точной цифре команды говорить тяжело, учитывая ту ситуацию, в которой находится наша страна. Мы понимаем, что на эту поездку нужны большие очень деньги. И если мы сможем обеспечить поездку такого количества спортсменов, мы только будем рады. И я думаю, что все спортсмены, которые поедут на чемпионат Европы, будут осознавать ту ответственность и будут всеми силами своим делом отстаивать честь и флаг Украины. Лидеры. Часть лидеров действительно сейчас пропускает этот чемпионат. У нас в федерации утверждены критерии отборов к этому чемпионату Европы, по которому решением тренерского совета освобождены 5 человек. Это лидеры европейского рейтинга, лидеры Сезоно, это Бондаренко, Богдан, это Проценко, это Оля Солодуха, это Ольга Земляк и Аня Рыжикова. Рыжикова, прошу прощения, да. Хотя она участвует здесь в чемпионате, но не бежит свою дистанцию 400 с барьером, она просто бежит гладкую дистанцию. Все остальные у нас участвуют в чемпионате, все остальные должны выполнить те требования, которые предоставляет Федерация Легкой Атлетики, те требования, которые предоставляет Европейская Ассоциация. Они довольно-таки, можно сказать, жесткие. Есть, кроме того, что нормативы на участие в чемпионат Европы, есть еще введенная довольно недавно рейтинговая система, по которой сама Ассоциация Европейская определяет участников. Мы лишь только можем рекомендовать на участие в чемпионате Европы. Поэтому и от этого также будет зависеть количество участников от нашей страны. Кристина, у нас цьогорока таки сюрпризно. Доброго дня всем. На самом деле, мою специализацию является 200 метров. Хочу сказать, что не все силы были, пока вкладаны в эту дистанцию 400, на которые я сейчас выступаю на чемпионате Украины. Для нас это действительно тренером стало трошки сюрпризом. Такий результат 51-80, потому что зимою, когда мы выступали на 400 метров, то основной причиной было то, что мы хотели на летнем сезоне бежать 200, потому что на официйных стартах доводится отримать 3-4 круга 200 метров. И для того, чтобы я спрямляла таки на навантажение, нужно швидкісную витривалюсть. Напевно, трошки с этой швидкісной витривалюстью мы с тренером прибили мне швидкість. Поэтому получается, что сейчас пока 400. Пока мы сезон анализируем. Ну, не знаю, так. На этот план, ну, план, розумевшись, пока что планируем, а ты не меньше. А стафета, или интервьюральность 400 тоже? Я думаю, что это будет только стафета. Мы пока откладываем в эту сторону 200. Ну, получается, пока 400. Это мир, который у нас был на Багамах. Много было брошено сил для подготовки к этому чемпионату. Как и показал результат, повторение рекорда в стафетном бее. Что касается дистанции на чемпионате Европы, мы с тренером основные усилия уже направили на подготовку к чемпионату Европы, чтобы там показать максимальный результат в этом сезоне. Вот. Всего. Яна будет брать участие, я бы сказала, беру фенальский пункт тренувальность, на подготовку к старту. Всім добрый день. Їхавши на чемпионат Европы, на отбор олімпийский, я, звичайно, с тренером, ну, мы не плановали, что я отберусь, а там нормативы были очень важкие, то есть, нужно было быть в первой тройке. Ну, я не планувала, а также, пробивши первое коло змаганий, я попала седьмым результатом феналу. Тобто, я сказала тренеру, ну, что будет, то будет. Главное, не хвилюйся. Доброе, я вийшла на фенал, и так сталося, что я покращила свой результат на секунду, и сказала, ну, что третье место я заняла. Когда прибегши, все начали меня приветствовать, я не могла поверить, что таке сталося, что действительно я заняла третье место, и десь, напевно, після старта, пройшов еще годинка часу, я уже, когда стояла на педесталі, зрозумела, действительно, что я третья, и что я выбралась на Олимпийские игры. Сейчас подготовка проходит, ну, достаточно таки напружено, тяжко, но, я думаю, что все будет хорошо. И, Дениса, два с питанием, власне, такая, не совсем частково спросить. Покладывал дорожку? Нет. Этим занимались более люди, которые специализируются в этом. Да, папа помогал. Вот, на самом деле, да, этот стадион является для меня, как радостным, скажем так, сюрпризом, в плане того, что теперь и у нас дома есть где тренироваться, появились, скажем так, качественные условия для тренировок, хотя опробовать так стадион и не успел, по большому счету получилось, приехал тоже как на соревнования себе домой. Вот, и с другой стороны, приятно, потому что я еще маленьким, когда моя мать тренировалась здесь, бегал еще, когда здесь был очень старый стадион, много лет назад, вот, и мне было очень приятно увидеть реконструированный наш стадион, и это, скажем так, дополнительный бонус, который придает радость. Сегодня было уже первое коло у вас, лима 400 метров с барьерами, вражение ли дорожки, я слышу, уже много позитивных, но это самое ваше. Дорожка действительно очень хорошая, качественно положено, и покрытие, скажем так, бывает слишком жесткое, бывает слишком мягкое, это, ну, лично, как на мое личное мнение, для меня она очень хорошая дорожка. Вот, мне понравилось. Я еду на Олимпийские игры на дистанцию 400 метров. Звичайно, чем лучше ты бежишь 200, тем лучше тебе выходят 400 метров. Я, и то, что я приехала в Кировоград, звісно, чувствуется твоя родная, тобто твоя батьки-всена, тебе тут очень хорошо. Кристина, вот нам рассказывали, что у нас лежит, попробовали нашу дорожку. Можете сравнить лучше, хуже или, ну, такая же, ваше ощущение? На самом деле, помню, я, то на Лондоне стояла дорожка-крошка. А это, в итоге, Мондо покрытие, это дорожка моя, моя нога, моя стопа любит дорожку цю. Все мои персональные рекорды были поставлены, я говорю, на Мондо, я... То есть ощущение хорошее? Ну. Еще питание, пожалуйста. Денис, ну мог ты представить, ты уже так частично все-таки сказал, но вот еще больше пробиться на Олимпийские игры. Вот смотри, так далеко забежал. Разумеется, конечно, появился еще больший стимул, и не хватило буквально от двух десятых до норматива, чтобы вместе с Кристиной и Сергеем поехать туда. И подготовки Бежонова к европейскому уровню, и не хватило для того, чтобы пробиться на Олимпийские игры. Ну, а теперь с такими... ...на чемпионате Европы. Поэтому все это прекрасно осознают, учитывают в своем тренировочном процессе. И вот я уже сказал о том, что Европейская ассоциация, она выставляет довольно-таки, как бы, с одной стороны, нормативы у нее не такие жесткие, высокие, как, например, на Олимпийские игры или на чемпионаты мира, но в то же время она выставляет определенные требования по рейтингу спортсменов топ-листей этого года. Вот. То есть там, скажу, что строго ограничено количество участников, и это количество колеблется там от 24 до 32 в некоторых видах. То вы сами понимаете, что, учитывая количество стран в Европе, и то, что от страны может участвовать не более трех участников, вот, то тут конкуренция уже складывается не только внутри нашей страны, что спортсмены соревнуются друг с другом, они соревнуются еще и в том числе сегодня.